Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Сейчас я нахожусь на Щинджику в Токио и немного гуляю здесь. Хочу сегодня с вами немного пройтись и поговорить о лете в Японии. Дело в том, что сегодня, наконец-то, в Японии хорошая погода, потому что, наверное, 3-4 недели целыми днями шли дожди, были ливни, молнии, грозы. Был период Цую, который затянулся аж практически до конца июля. И вот сегодня у нас в Токио 32 градуса. Но такая роспешь продлится недолго. Дело в том, что завтра в Японию уже придет тайфун. В Японию, я имею в виду, именно в Токио будет ливень. И такая погода продлится вплоть до понедельника. Потом они будут опять, опять и опять. Друзья, к сожалению, тайфуны – это неотъемлемая часть японского лета. Они начинаются где-то вот в июле и идут вплоть до октября иногда. За год их бывает до 30 штук. В прошлом году, по-моему, 27, что ли, было. В этот раз это уже пятый тайфун, который вот как раз дойдет до Токио. Обычно они начинаются с Окинавы и идут вот все дальше, дальше и дальше. Многие из них, конечно, до Токио не доходят и остаются только там на Окинаве. Но в этот раз, видимо, все-таки дойдет. В Японии вы часто можете увидеть припаркованные такси. Но сесть вы в нее, наверное, скорее всего, не сможете. Если машина припаркована, то, скорее всего, в ней спит таксист. Вот как и сейчас вы можете видеть. Такая картина в Японии постоянная. Дело в том, что таксисты работают очень много часов и спят в основном в машине. Я думаю, вы не раз это увидите, когда будете гулять по Токио, либо другим городам Японии. А мы давайте вернемся к нашей теме. Раз уж сегодня мы с вами поговорим о лете в Японии, то я вам расскажу о том, как японцы готовятся к лету, что в целом они делают, что принято делать в Японии летом, куда ходят, какие праздники отмечают, чем занимаются вообще. Вот все, что только можно, связанное с летом. Думаю, что у многих из вас, так же, как и у меня, японское лето ассоциируется со стрекотом цикад. Я думаю, вы тоже можете их сейчас слышать. Еще пока не так громко, но уже слышно, что они здесь стрекочат. Многие японцы говорят, что если начали петь цикады, то, значит, наступило настоящее лето, и дальше будет настоящая жара. Это обычно действительно так. Друзья, вы только посмотрите, сколько здесь пакетов с алюминиевыми банками. И если вы присмотритесь внимательно, практически все из них пиво. Японцы, как я уже много раз говорил, очень-очень-очень много пьют алкоголя, и в основном это пиво, либо японский алкоголь, либо настойка какая-то из картошки, из риса или что-то такое. Кстати, вот здесь таксист стоит, в ней тоже спит таксист. Я думаю, что вот если я и к той машине подойду, в ней тоже будет, скорее всего, спать таксист. Сейчас, давайте посмотрим. Что и требовалось доказать. Друзья, я думаю, многие из вас знают, что в России часто произносят фразу, что пора готовиться к лету. Это значит, что скоро потеплеет, нужно, может быть, пойти в спортзал, побегать, может быть, там пресс покачать, скинуть лишние килограммы, чтобы в коротких платьицах и вообще летом выглядит хорошо. В Японии то же самое говорят на самом деле. Начиная где-то с апреля, можно часто услышать фразы, что вот надо бы к лету подготовиться, может быть, в зал ходить, либо там ограничить себя как-то в еде. Поэтому здесь тоже такое есть, но так как большинство японцев все-таки сами по себе худые, я не думаю, что действительно им это прям так необходимо. Вот что точно меняется в Японии с наступлением лета, так это ассортимент в продуктовых магазинах. Я думаю, что вы все прекрасно знаете, что японцы любят еду, и вообще здесь пульт еды, поэтому когда в Японии наступает лето, весь ассортимент в магазинах меняется. Если вот вы сходите в какой-то любой продуктовый магазин, пусть это будет супермаркет, либо комбини, вы заметите, что, во-первых, появилось очень много еды под названием хьящука. Хьящука – это лапша холодная, которая естся с таким супчиком, то есть вы заливаете саму лапшу небольшим количеством специальной жидкости такого супа, добавляете туда огурчики, ветчину, ну и что по вкусу, их много разных очень бывает. И вот в Японии считается, что летом при жаре это все очень хорошо охлаждает. Также практически все большие японские компании, производящие еду, выпускают специальные летние серии. Это, например, может быть пиво летнее, оно может быть ничем не отличается, но зато у него упаковка летняя, чтобы летом его было вкуснее пить. Это могут быть чипсы, это может быть даже курица. Ну, почему нет? Летом она, например, вкуснее. И так далее, и так далее, и так далее. И японцам нравятся такие сезонные вещи, потому что некоторые продукты, либо некоторые вкусы можно купить только в этот сезон. Поэтому японцы любят этим наслаждаться. Друзья, я тут, наверное, даже немного отвлекусь. Я думаю, вы сейчас слышите, как на заднем плане орут цикады. Дело в том, что я сейчас иду, записываю видео, но из-за того, что они так громко стрекочат, я иногда сбиваюсь с мыслей, и не могу даже понять, о чем я думаю, что я говорю. С одной стороны, да, цикады это классно, романтично. Вблизи, конечно, их лучше вообще не видеть. Они очень мерзкие, такие большие насекомые мухи. Если интересно, я даже приложу фотографию, чтобы вы видели, как выглядят цикады. Но они очень часто сбивают с мысли, когда нужно о чем-то подумать. В свое время, когда я готовился к экзаменам по японскому языку в Японии и ходил куда-нибудь там в парк позаниматься, то потом приходилось уходить. Ну вот вы послушайте, это просто прям вообще у них истерика. Япония – островное государство. Здесь есть море, здесь есть океан. И японцы, впрочем, я думаю, как и все люди, любят ездить на море, любят купаться, отдыхать летом, освежаться. И в Японии тоже есть свой купальный сезон. Он начинается обычно после дня моря. Когда вот он прошел, можно сказать, что все, с этого дня в Японии можно официально купаться, можно ездить на море и куда душа поживает. Вот, например, в этом году день моря был 15 июля. В Токио, конечно, не особо покупаешься. Здесь есть бухта, но она не особо чистая, да и вообще многие не рекомендуют здесь купаться. Но если отъехать от Токио хотя бы километров на 100, на 150, например, в тот же самый город Изу, то там само по себе, во-первых, очень приятное место, чистое море, можно много куда сходить, много чего вкусного покушать. Поэтому многие вот ездят именно в такие места. Также можно съездить, например, на ту же самую Иначима, остров, который находится рядом с Камакурой, и в самой Камакуре погулять, и туда вот на остров съездить тоже довольно интересно. И там рядом можно покупаться вообще без проблем. И, конечно же, не забывайте, что в Японии есть такое место, как Окинава. Это вообще настоящий тропический рай. Пальмы, песочек, чистейшее море. Ну, все как на картинках про путешествия. Поэтому, если будете в Японии и захотите еще съездить на тропический рай, то вот едьте на... Езжайте, вернее, на Окинаву. Само же развлечение японцев на море, во-первых, связано с самим морем. Любят они в нем купаться. А во-вторых, вы, наверное, никогда не догадаетесь, оно связано с едой. Японцы все-таки любят поесть. Думаю, что при просмотре японских аниме и сериалов вы не раз видели такую вещь, что японцы, приезжая на море, идут на пляж, а там уже на пляже палкой разбивают арбуз и его едят. Что-то вроде такой вот традиции. Действительно, в Японии есть такая традиция, называется суикавари. Лично я за 8 лет жизни в Японии ни разу этого не делал. И не знаю людей, которые разбивали арбуз. Правда, Микки говорил, что делал один раз это в детстве. А так вот никто из моего окружения ни разу не разбивал арбуз на пляже. Но если погуглить в интернете и посмотреть опросы людей, то оказывается, что 30% японцев делают вот суикавари, разбивают арбуз на пляже. Вы когда-нибудь так пробовали? Я не знаю, может в России, либо когда ездили куда-то за границу. Также одной из особенностей японского летнего отдыха являются фейерверки. Если вы давно смотрите мой канал, я думаю, вы уже видели такие видео. Во-первых, во время крупных фестивалей летних, когда все надевают юката, везде горят красивые такие, знаете, лампочки китайские, называются челчин по-японски, люди приходят, садятся специально на подстилки и ждут начала фейерверка, который идет часа полтора-два. Покупают, конечно, различные вкусняшки и неизменно пьют алкоголь. Также сами японцы запускают небольшие фейерверки, которые можно купить в обычных продуктовых магазинах, в комбине, либо где-то через интернет. В общем, фейерверки много где продаются, можно их купить и спокойно запускают. Но в различных парках и так далее это делать запрещено. Есть либо специально отведенные для этого места, либо это нужно делать на таких площадях, где много асфальта, чтобы ничего не поджечь и не устроить пожар. Про летние фестивали, я думаю, в этом году тоже сделаю несколько видео, если будет такая возможность. Рядом с моим домом, я думаю, вы уже видели несколько раз, и это не так интересно. Поэтому надо будет куда-то сходить, куда-нибудь в новое место, и вы обязательно все это сможете увидеть у меня на канале. И, друзья, самое главное, что вам нужно знать про японское лето, это то, что здесь обычно просто нереальная жара. Это вот в этом году, в июле, из-за обильных дождей, из-за того, что Цуи сдвинулся, было не так уж и жарко. Было там, может быть, 22 градуса, но это только в этом году, и такого не было уже очень-очень много лет, чуть ли там несколько десятилетий. А вот в прошлом году, например, в это же время, в июле, было по 35, чуть ли не под 40 градусов. Жара просто нереальная, и, что самое главное, не просто жарко, а душно. Муча цуй, говорят по-японски. И вот вы выходите на улицу, и уже за секунду мокрые, как будто, я не знаю, вас в воду окунули, либо, может быть, в сауну вы попали. Очень-очень жарко, и от этого никак не спастись. Но вы можете заходить в различные комбини, попользоваться какое-то время, там, кондиционером под ним постоять, вам вроде станет получше. Выходите, и опять все то же самое. С этим, конечно, надо как-то мириться. Вот у меня в прошлом году родственники, сестра с мамой приезжали как раз в Японию в августе. И в тот момент было не так уж и жарко. То есть уже основная жара спала. Ну, было там, может быть, 30 градусов. Так они вообще просто офигевали от этой жары. Говорят, что на улице находиться невозможно. А вот в июле обычно еще жарче. Ну, в июле, на самом деле, в начале августа, и ближе к концу августа вот эта вот жара спадает. Но что хорошо в Японии, так это то, что вы везде, куда не пойдете, можете, во-первых, купить себе, попить. Это, во-первых, благодаря тому, что на каждом шагу есть автоматы по продаже напитков. Вы можете спокойно купить все, что вы хотите. Во-вторых, на каждые 500 метров есть хотя бы один магазин комбини. Там вы тоже можете приобрести попить, мороженое, все, что захотите. Ну, и перекусить там тоже можно. В-третьих же, во многих японских парках вы спокойно можете попить воду совершенно бесплатно из фонтанчика. Она нормальная, чистая, и нет никаких противопоказаний, нет того, что вы сразу же там отравитесь, либо какую-то себе инфекцию занесете. Можете спокойно попить. Иногда в очень-очень жаркие дни, когда в каком-то месте массовое скопление людей могут еще бесплатно раздавать небольшие бутылочки воды. Такое тоже здесь есть. Друзья, знаете, что я считаю? Если вас японская жара не очень сильно пугает, то я бы советовал вам все равно сюда приехать хоть раз летом, потому что это действительно здорово. Вы можете сходить на те же самые летние японские фестивали, надеть юката, как парень, так и девушка это могут сделать, поесть японские сладости, потанцевать, там, пофотографироваться под всеми вот этими вот фонариками. Это действительно очень здорово. И прочувствовать всю эту атмосферу, которую вы, наверное, видите в японских фильмах, аниме и так далее. Но если, конечно, вы перенесете всю эту жару вечером, спадает, становится получше. Но вот сейчас я иду, например, только началась вот такая вот теплая погода. Сейчас, наверное, ну 29 уже, потому что уже закат, как вы видите, постепенно темнеет, пока мы здесь гуляли. Но я в рубашке, она уже полностью промокла. Я прям чувствую, как по спине стекают капельки. Простите уж за подробности. Ну, потому что действительно жарко. Вот вы можете, кстати, увидеть, большинство японцев сейчас ходят в коротких рубашках. И много даже с коротким рукавом. В Японии есть такая вещь, называется бизнес-скул. Это когда температура поднимается выше, по-моему, 25, либо 27 градусов в течение дня. То тогда можно приходить уже на работу без пиджака. И вот либо закатывать рукав, либо пусть будет рубашка с коротким рукавом. Считается это допустимо. Хотя раньше в Японии было запрещено так делать. И очень многие японцы умирали как раз от жары. Сейчас с этим стало получше, но все равно. У меня в этом году, возможно, получится записать интересное видео про сам праздник О-Бон. А также про японскую деревушку. Про такую глубинку. Дело в том, что в этом году я вместе с Микки и ее родственниками поеду в Ивате. Я как-то там уже был и снимал оттуда видео. Году где-то в 2014, наверное, на канале есть несколько видео. Я даже приложил их к описанию, чтобы вы посмотрели. Так вот, я опять туда поеду на 2 или 3 дня. И там постараюсь записать различные интересные видео. Надеюсь, что вам понравится. Ну что ж, друзья мои, на этом, наверное, все. В этом видео я рассказал вам о том, что из себя представляет лето в Японии, как к нему относятся японцы, и вообще, что они делают летом. Надеюсь, что было интересно. Я рассказывал из головы, делился какими-то мыслями. Возможно, что-то забыл, либо что-то мог где-то сказать не так. Уж не обессудьте. Но если у вас есть интересные темы, которые вы хотели бы предложить для последующих видео, например, прогулок и видео из дома, ну вообще любых, вы обязательно пишите в комментариях. Я все эти темы рассмотрю. Если буду среди них интересные, те, которые я еще не разбирал на канале, то я, возможно, конечно же, сделаю видео. Пожалуйста, пишите. Ну что ж, до встречи в следующих видео и до свидания.